Начинаем предматчевую пресс-конференцию, которая предваряет первую игру 1-16 финала Лиги Европы УЕФА Краснодар-Фенербакча. Матч состоится завтра, сегодня традиционная пресс-конференция, на которой присутствует главный тренер футбольного клуба Краснодар Игорь Шалимов и один из новобранцев команды, защитник Кристиан Рамирос. Здравствуйте. Матчемыз ярын япылачак, ярын саат он докузда, бугун конференсамызы япыроз. Такымын генель антренору вар Игорь Шалимов, в иенюй ойнчалардан бери Кристиан Рамирос. Пожалуйста, вопросы задаем, но перед этим представиться желательно. Буйрун, саунулынзы сауабелирсенез, а ма энджей сменезы бельдерерсенез, винирс. Вопросы задаем, микрофон, пожалуйста. Сауулары микрофона саурунус. Кто готов? Пожалуйста, микрофон отожжите. Здравствуйте, Евгений Резник, Кубань-24. Игорь Михайлович, вопрос стандартный. В каком состоянии команда подходит? Удалось ли? Насколько высоко вы оцените сборы? Что получилось у команды? И вообще в каком настроении? Настроение хорошее, боевое. Сборы, на наш взгляд, мы провели плодотворно. Первая вещь, которую мы преследовали, основной не получить серьезных травм. Дальше провести подготовку, чтобы подойти в хорошем состоянии к этим играм. Я думаю, что у нас это все получилось за исключением травм, но немышленно, что у нас до этого было очень много. И у нас игроки не выбыли на долгий срок. Поэтому состояние боевое, скажем так, оцениваем состояние физическое как хорошее. Но понятно, что мы играли только товарищеские игры. Это у нас первая игра в этом году. Официальная. Но я так большого волнения не испытываю. На наш взгляд, команда хорошо готова. Пожалуйста, Рубином, не минус ли для команды, для вас, для каких-то там решений, что с большой командой, по сути, не сыграли контрольную встречу в Марбелии? Это третий дивизион. Ну, не думаю, что большая проблема. Конечно, нам было бы лучше сыграть с командой уровня выше. Но раз так сложилось, ничего страшного в этом не видим. Так как мы смотрели на себя, требовали от ребят сыграть в полную, неважно, какой соперник будет. Если у нас получилось больше, мы потренировали, скажем так, атаку, что для нас тоже полезно, потому что в первых играх мы, ну, скажем, основной состав в первых таймах, первых трех игр не забил ни одного мяча. Поэтому потренировали больше атаку, чем оборону, скажем так, что для нас, в принципе, неплохо было. Олег Мазур, ГТРК Кубань, телеканал Россия. Игорь Михайлович, вы упомянули о том, что есть небольшие повреждения у игроков. Вот на кого конкретно мы вообще не можем рассчитывать в ближайшем матче? Ну, Петров у нас еще не в общей группе, он отдельно работает. Мамаев уже работает в группе с ограничениями, правда, пока Жо уже тренируется в полную с командой. Ну, Измайлов у нас отсутствует, вот там у него проблемы, но она не мышечная, не то, что он получил на этих сборах, это хроническая, это у него колено, которое его тревожит, ну, периодически тревожит его. Вот остальные, ну, Быстров у нас пропустил несколько тренировок, но тоже ничего страшного нет. Вот, поэтому травм серьезных, ну, Перейра пропускал, но сейчас в общей группе, завтра будет на лавке, в принципе, может выйти на поле. Наверное, все. Вот, по народу, поэтому у нас даже люди восстановились. Ну, вот Марат выбыл. Вопрос, Игорь Михайлович, насколько вы изучили Фенербахче, вообще, что можете сказать о команде? Какой, на ваш взгляд, она исповедует футбол? Ну, и в целом, вот, кого стоит опасаться соперника? Ну, по игрокам мы, как по традиции, мы внимания не заостряем игроков, вот, хотя знаем, какие игроки, что они делают на поле, мы выделяем, только если что-то есть неординарное, на что можно обратить внимание и что игрокам поможет. Вот, вот, команду изучили, посмотрели три последние игры, их команда очень крепкая, очень плотно играет в обороне в центре поля, иногда прессингует очень грамотно на чужой половине, быстро уходит в контратаке. Команда сильная, вот, но Три игры на выезде они играли, то есть у них, они сейчас попали в такой же режим, через два на третий, у них через три на четвертый, поэтому здесь и у нас какие-то плюсы есть, у нас, ну, минус, скажем, у нас, то, что мы первую игру играем официально, у них может быть минус, что если ротации такой серьезной нет, то тоже игрокам, наверное, будет непросто, поэтому я, ну, как бы мы спокойны в этом плане, что у них какое-то большое преимущество в том, что они на ходу, а мы играем первое официально. Пожалуйста, следующий вопрос. Хамилевский Валерий, 21-й газета. Игорь Михайлович, в связи с дисквалификацией Грандквиста, в каком формате будет выглядеть оборона Краснодара, насколько легко произвести эту замену? Ну, пока спасибо. Ну, Андреас, капитан наш, понятный игрок основного состава, он пропускает завтрашнюю игру, но замена у нас, у нас есть центральный защитник, который могут его достойно заменить, и на наш взгляд, это пара, которая завтра будет играть, готова, хорошо. Хачку Рамиресу, вы приехали в Россию, собственно, вот первая игра проходит в таких непростых погодных условиях, буквально накануне выпал снег, и непонятно, завтра будет тепло, холодно, будут ли еще осадки. Как вам атмосфера вот такая российская, футбольная, и общее впечатление от команды, с которой вы уже прошли сборы? Я доволен своим приездом в Россию и счастлив быть в Краснодаре. Насчет погодных условий, я думаю, они на меня не повлияют, потому что мы все будем играть в одних и тех же погодных условиях. Я настроен на позитивный результат, как думаю и вся наша команда. И нам очень помогают и люди, которые работают в команде, и люди, которые вне команды, и вообще общее настроение очень позитивное. Игорь Михайлович, вы в качестве главного тренера провели первые сборы с этой командой. Теперь как-то изменится концепция игры Краснодара или будете придерживаться уже рабочих, установленных в катарамах? Ну, мы стремимся к тому, чтобы команда хорошо делала все компоненты игры. То есть и позиционная атака, и быстрая атака должна у нас быть, и над чем мы, в общем-то, работали. Потому что большое количество игр в чемпионате России мы играем в позиционной атаке. Там задача не пропустить быстрой ответной атаки, да, когда играем с равными командами по классу, что завтра. Ну, надеемся, что так и есть, что мы равны по классу, игра более открытая становится, и мы должны уметь использовать быстро атаки. То есть, ну, а наш стиль – это короткие и средние передачи. И когда нам соперник позволяет это делать, мы в этот футбол играем, мы пытаемся создавать моменты, забивать голы. Вот, но не всегда игры складываются таким образом, поэтому, ну, должны уметь мы делать все, к чему мы и стремимся. Игорь Михайлович, вопрос по новичкам. Расскажите, пожалуйста, почему конкретно эти исполнители были приобретены? Если можно, пару слов о каждом. И стоит ли лично перед Вами задача конкретная на оставшуюся часть сезона? Спасибо. Ну, задача, банальные слова, задача у нас одна – это играть каждую игру хорошо и выигрывать. По новичкам мы всеми удовлетворены. Мы отдали троих футболистов в этот период. Троих взяли, в принципе, по позициям, кого мы отдали, почти туда же мы взяли игроков. Ну, индивидуально не буду говорить. Вот всеми доволен, всем довольны, всеми мы довольны. И тренерский штаб, и руководство. А дальше, пока на этот период, дальше начнутся официальные игры, где мы поймем, насколько игроки вписались, насколько они будут помогать команде решать вот эти задачи в каждой игре. Информация об Ари звучит в Смыль. Какая картина сегодня? То есть он выставлен на трансфер или вы не планируете его продавать, отдавать в аренду? Какая ситуация? И готовится ли он к этому матчу? Нет, к этому матчу он не готовится, но ситуация такая, что ищут варианты. Насколько я знаю, его агент... Дальше посмотрим, если варианты будут. Клубы договорятся, он, скорее всего, уедет. Если нет, то будет членом нашей команды, будет тоже тренироваться, готовиться к игре. Пасли для настройки после новой байкер. Здравствуйте. Владимир Колос, 8news.ru. Игорь Михайлович, есть такой футбольный стереотип, что в двух матчах и противостояниях проще второй матч играть дома. Вы дома начинаете. Согласны ли вы с этим стереотипом? И завтра лично для вас, что будет важнее, забить или не пропустить? Сложно сказать, что лучше играть первый матч на выезде или дома, в зависимости от того, как сложится первая игра. Важно будет завтра не пропустить. Это точно. Но мы всегда стремимся играть в атаку и забить. От нас многое, конечно, будет зависеть завтра, но еще будет зависеть многое от соперника, насколько он нам позволит играть в наш футбол, атаковать, создавать моменты. Ну и также мы, насколько мы им позволим что-то сделать. Вот по этому счету, ну, всегда важно в первой игре дома не пропустить. Это по возможности будем стараться, конечно, забить. Но пропущенный гол на своем поле, он так обычно осложняет задачу на второй матч. Но если ты не выигрываешь 5-1. Пожалуйста, еще вопросы будут? Если позиционная атака не срабатывает, но я не думаю, что завтра будет такая игра, что мы будем играть в позиционную атаку. Я думаю, что мы будем играть в позиционную оборону и будут у нас возможности уходить в контратаку. И такой игры не будет. Если где-то может сложиться, мы будем проигрывать и они займут такую позиционную оборону, скажем так. Все равно мы будем стараться играть в этот футбол, все равно будем стараться играть низом, как и несколько игр у нас было в чемпионате, когда мы, в общем-то, выигрывали матчи в концовке, не отходя от своего стиля. Игорь Михайлович, приходилось ли вам встречаться в вашу бытность в работе в РФС с диком адвокатом? Если да, то какие впечатления, воспоминания об этом масти там коллеги вашим сегодняшним? Ну, когда я работал в РФС, он тренировал сборную, там несколько раз приезжали на сборы, общались. Ну, отношения уважительные к нему. Ну, больше ничего не могу сказать. Хороший специалист, все понятно, уважение. Господа, пресс-конференция наша закончена, мы приглашаем вас на тренировку. Сегодня на учебно-тренировочной базе Читук в 15.30 начнется тренировка, 15 минут первая для нее, по традиции, открытая для СМИ. В 14.30 от стадиона, от улицы Восточной Кругляковской, отходит автобус на Читук, который вас доставит туда и привезет обратно сюда. И напоминаю, что в 18.00 начнется пресс-конференция, здесь же главного тренера Фенербахчи, Дика Адвоката, и также в ней будет принимать участие защитник Роман Нейштеттер. Спасибо.